Всем привет! С вами снова Анастасия и это видео я посвящаю тем, кто собирается начинать бегать. Что ж, если вы приняли для себя такое важное решение и не знаете с чего начать, тогда нужно следующее. Определиться с временем, когда вы будете бегать. Многие начинающие говорят, что «О, теперь я буду бегать каждый день и я буду посвящать этому несколько часов». Нет, ребят, не надо из крайности в крайность. Достаточно выделить несколько дней в неделю, это может быть 2-3 дня. На начальном этапе этого больше, чем достаточно, потому что ваши мышцы должны успевать восстановиться. Не нужно выделять этому времени огромные часы, достаточно бегать 20-30 минут в день, опять же таки, на начальном этапе. Если вы войдете во вкус, если вы будете получать от этого удовольствие, тогда, естественно, бегайте побольше. Вы можете бегать каждый день и уделять этому хоть 2-3 часа в день ради Бога. Но главное, бег должен приносить удовольствие. А что нужно сделать для того, чтобы бег приносил удовольствие? Ну, это классная музыка. Закачайте в плейлист себе 10 мелодий, хотя на первом этапе может хватить и 5. 10 мелодий больше, чем достаточно. Если у вас небольшая пробежечка будет, вы закачиваете любимую музыку и в плеер, одеваете наушники и вперед. Если же у вас уже достаточно продолжительная пробежка, тогда потребуется немножко больше треков. А что еще? Определитесь с погодой. Когда вам больше всего нравится бегать? Утро или вечер? Здесь спорный вопрос. Многие говорят, что утром очень вредно бегать для сердца. Но вы знаете, я бегаю по утрам и смотря где я нахожусь. Если я нахожусь не в России, если я нахожусь в тропических странах, то утро это самое классное время, потому как воздух за ночь остыл и с утра он достаточно свежий. Иногда даже ветерочек присутствует. Тогда как вечером воздух просто плавится и поэтому неудобно. И проблем с сердцем я не испытываю. Слава богу. Но а если бегать, да и многих ребят я знаю, которые бегают по утрам и у них тоже со здоровьем все в порядке. А если же бегать вечером, что тоже здорово. В России я предпочитаю пробежку делать именно вечером. На заказе солнышка или перед заходом солнца. Да даже когда оно садится. В общем, вечером в России мне нравится больше тихо, спокойно, меньше людей. Если это будний день, то вообще здорово. Где бегать? Вот многие говорят, вот я решил бегать, а где бегать не знаю, поэтому бегать не буду. Вот поеду в парк, на природу, на набережную. Да нет же, достаточно просто бегать по дорогам. Если у вас не пыльный район, если не очень много машин, наверняка есть такое место недалеко от вас, где можно сделать пробежку, какой-то сектор, где не так загазовано. Вот выбирайте эту дорогу и бегите прям по ней. По тротуарчику, вокруг дому, в парк. Может быть какая-то есть площадка, рядом с которой можно сделать пробежку. Не суть. Главное, чтобы не было рядом много машин и загазованности, потому что иначе ваша пробежка может принести действительно вред здоровью. Ну а так никаких проблем. Какая должна быть погода, да? Вот на улице дождь, я не хочу бегать. Ребят, дождь это классно. Если дождь теплый, и нет вероятности того, что вы простынете, тогда он не мешает для вашей пробежки. Мы сами придумываем себе ограничения для того, чтобы не бегать. Перестаньте это делать, начните бегать прямо сегодня. Вот как раз таки сейчас над моей головой собирается начаться дождик. Это здорово. Здесь для тропиков вообще супер. Я с радостью сделаю пробежку под дождем. Под дождем. Ну что ж, готовы? Тогда вперед. Одеваем удобную обувь, удобную одежду, чтобы она не сковывала ваши движения. Возможно кепку, если на улице будет светить солнце. Ну и если вам удобно. Музыку флеер. И погнали. Та-дам! Субтитры сделал DimaTorzok